Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Ну что, дорогие мои, сказка продолжается! Огромнейшее благодарю вам за теплые отзывы, за то, что вы ждали меня очень долго, более двух недель на канале. И соглашусь с вами, что домик сейчас наш похож на сказочный. Ну что, друзья, сказка продолжается. Как же в сказке да без тыквы? Посмотрите, как я уложила мною выращенную тыкву. Здесь разные сорта. И вот как чугунок, и вот такая как тыква большая-большая. Я не знаю, как они называются. Вот эта очень тыква мне нравится, длинненькая. Там только в бочоночке семена, а вот эта вся остальная часть, это все сплошная тыква. И, в общем, получилось так, что и урожай хранится, и еще посмотрите, какой красивый антураж. Ну не правда ли? Ну просто красота! И, конечно же, здесь стоит необыкновенный тыквенный аромат. В общем, вот эти две полочки, сделанные Лешиком, очень пригодились для того, чтобы вот так вот сохранить тыкву. Я ее уже давным-давно собрала, недели три назад, наверное, вымыла ее и положила в сарай, тот сарай, который мы будем убирать. Там будет веранда, ну да, веранда, беседка, как это назвать. В общем, зона отдыха. И я сложила в этот сарай. Но, представляете, одну тыкву уже начали грызть мышки. Как я вовремя сегодня пошла. Почему-то мне захотелось украсить эти полки, и я подумала, а почему бы их не украсить тыквой. Друзья, вчера нашла столько-столько разных рецептов из тыквы. Это просто нечто. И я так рада, что она уродилась у меня в этом году. На следующий год также буду сажать много, потому что очень много всяких рецептов. Один из них я вам сегодня расскажу. Сейчас вот покажу, что я еще здесь делала в терраске. И хачапури с тыквой. Причем все такое простое, и все такие продукты доступны. И варенье с тыквой, с апельсином, лимоном, орешками и корицей. Это будет вообще просто бомба. Нашла у Любы Ким на канале, кулинарный канал. Я очень много у нее рецептов нашла. Да практически вся консервация, огурчики, перчики, все это я у нее на канале находила. Но и всяких полезных советов у нее тоже много. Да и как человек она мне очень-очень нравится. Поэтому загляните, кто не знает, но я думаю, что многие знают про Любу Ким. Сейчас покажу, что я уже сегодня сделала. Я уже один раз покрасила стену. Закрасила швы белым. Вообще задумка была швы сделать такие, ну вот как у нас кирпичики на улице. Вот такого цвета. Ну прям цвет, который хочется съесть. Цвет капучино или горячий шоколад. Я изначально покрасила стену вот этим шоколадным цветом. Думала аккуратненько приклею плитку. И будут у меня вот такие вот коричневые швы. Не тут-то было. Конечно же ничего у меня не получилось. Все было заляпано белым клеем плиточным. Ну а плиточный клей вы знаете. Это у меня финишная шпаклевка. Витамит ЛР плюс. Которую я развожу с водой. Немножко добавляю клея ПВА. Ну до густоты клея. И вот клеила плитку на него. Это здесь, что касается в доме. На улице там специальный плиточный клей уличный для улицы ЮНИС плюс, который морозостойкий. Так вот у меня вопрос. Стоит ли мне заморочиться и вот эти швы все-таки прокрасить вот этим коричневым цветом. или оставить вот так, как есть. Единственное, что я сверху хочу покрыть еще лаком. Такой лак, как сказать, с блестками немножко. Кто давно со мной тут помнит, о чем я говорю. Сейчас, если я найду его, я вам покажу. Вот такой вот лак Дали. Я его там немножко разводила водой. В общем, покрою, скорее всего, плиточку им. Потому что, ну, все-таки стена под одежду. Вешалка под одежду. Хоть здесь и будут висеть фуфайки. Ну, а кто знает, может быть, захочется повесить и нормальную одежду. Зимой, когда не очень холодно. Чтобы она не пачкалась. Теперь покажу, чем я красила стену. Потому что тоже будут вопросы. А вот такая делюксовская краска. Белая для стен. Она на водной основе. Вот там что-то замазано. Что там написано? Рамелити зона. Или рамелити. В общем, не знаю. Привозил мне Лешек. Это остатки, когда он делал ремонт. И она осталась. Я думаю, что она, конечно же, дорогая. Да и у нас ее здесь не купить. Вот. Я ее разводила водой. И красила вот эту плиточку. Так что, напишите мне, пожалуйста, стоит ли швы прокрасить коричневым цветом. Или просто оставить как есть. Ну, вот только покрыть сверху вот этим лаком блестящим. Но он не совсем блестящий. Так, слегонца будет поблескивать. Чтобы ее немножко... Ну, чтобы она была гладенькая. Ну, и повторюсь, чтобы... Да, хотя, не знаю. Это у меня руки в краске. Нет, немножко пачкается. Все-таки надо или загрунтовать, или вот этим лаком вскрыть. Вот. Ну, что еще хочу сказать. Сейчас пройдем. Я вам покажу кашку, которая у меня получилась из тыквы. И расскажу, как я ее делала. Канал не кулинарный. Но кто послушает, тот спокойно сможет сделать такую очень вкусную кашу. Во-первых, посмотрите, какая у меня кастрюлька. Опять же, Лешеку спасибо. Презентовал мне он ее при переезде. Ну, в Москве мы, конечно, пользовались вместе ею. Она, эта кастрюля, керамическая. И в ней можно, в общем, кашу запихнуть в духовку. Потому что каша из тыквы, или, как по-украински, горбусовая каша, я помню, она всегда готовилась в духовке. Ну, тогда это была духовка, которая была в печке, которая топилась углем. И там, конечно, все было по-другому. Этот вкус я, наверное, никогда не забуду. Вот, посмотрите, какая консистенция. Но вкус, друзья, это просто что-то неимоверное. Я вчера два раза уже прикладывалась к этой кашке. Сейчас расскажу, как я ее делала. Я нарезала тыкву, очистила кубиками. Залила ее молоком и поставила варить. Добавила сахар, немножко соли. Добавила немножко изюма. И вот это коричневый, это чернослив. И какие-то там цукатики у меня оставались. Я их тоже туда бросила. Можно, конечно, просто с изюмом. Тоже будет вкусно. Вот, когда тыква сварилась, стала мягкой, я ее потолкла и добавила, друзья, вот вчерашний рецепт. Это то, что пюре осталось яблочное после того, как я сделала сок. Осталось вот это пюре. Одно, из одной части я сделала пастилу. Прошу прощения, конечно, пастила, а не мармелад. В мармеладе там используется желатин, по-моему. А это просто сушится в духовке. Вот. И добавила, наверное, ложек 5 столовых вот этого пюре вот сюда, вот в эту тыкву. Залила рис кипятком, пока тыква у меня варилась. И потом, когда вот потолкла тыкву, когда добавила вот это вот пюре, добавила рис, помешала и поставила томиться в духовку. Друзья, это неимоверная вкуснота. Она и в теплом виде, в горячем виде, если просто холодная. Я даже очень люблю ее холодную. Можно заливать водой, не молоком. Но у меня домашнее молоко из-под коровки. Мне привозят. Я, конечно же, залила домашним молоком. Это вкуснота необыкновенная. Теперь покажу вам, сколько у меня получилось сока. То есть, получается 2 литровые баночки и 1 полуторалитровая. То есть, 3,5 литра вот из 2 видер яблок. И давайте заглянем в духовку на мою пастилу. Друзья, если бы я могла вам передать аромат. Это что-то. Я не знаю, сколько в этом месяце будет счет за электричество, но сушила я долго. Вчера целый день. Потом перевернула вот этот полностью. Это я уже утром разрезала. Вот этот блин перевернула. Со второй стороны тоже сушила. Выключила вечером. И утром разрезала на вот такие кусочки. И еще раз подсушила. Друзья, это просто очень-очень вкусно. Но опять же повторюсь, наверное, будет дорого, потому что духовка сейчас у нас электрическая. И намотает много. Ну, хотя не знаю. Я потом вам сообщу. Да, там спрашивали у меня. Такой вопрос был. А сколько квадратов дом? Почему так мало за газ? Друзья, у нас дом 64 квадрата. И он такой средний, как скажем, небольшой домик. И очень-очень теплый. Я более 45 градусов в котле не ставлю температуру. Вот, ну, в морозы, даже в морозы. Сейчас у меня стоит 40 градусов поддерживаемая температура. Вчера включила. На улице, как бы, немножко похолодало. Ну, вы посмотрите на эту милоту. Вчера, друзья, я как раз связала еще один мотив. 12-ый. Я, то есть, по 12 мотивов сшиваю. И сшила эти 12 мотивов. И, конечно, присоединила к уже еще 24-ем. Вот, что уже получается. Вырисовывается красота красивая. В принципе, можно оставить вот так. Если это будет не покрывало, а плед. Просто сделать обвязку, сделать бахрому. И получится вот такой плед. Если его вот так наискось положить на кровать. То это будет смотреться вот так. Вы спрашивали там у меня, сколько пряжи уже ушло. Друзья, сейчас ушло где-то полтора килограмма пряжи. Это на 24-12 на 36 мотивов. Вот так сейчас это выглядит. Пряжа к обле. Если вязать покрывало, то на покрывало без обвязки, я не знаю, сколько займет обвязка, бахрома, уйдет где-то, ну, 2-300. Вы там не пишите, ой, это как бы тяжелый. Нет, друзья, почему тяжелый? Вообще, если вязать плед из полушерсти, то он будет весить у вас около 3 килограмма. Вот это вот тяжелый. А это тоненькая ниточка кабле. Ну, как сказать, тем более это хлопок. Он очень приятен к телу. Этим можно и укрываться летом вместо одеяла. Не знаю. Я очень довольна этой пряжей. И я считаю, даже если будет 2-300 там вес, для такого громадного пледа кровать метр 60 на 2, друзья, я думаю, что это не много, небольшой вес. Кстати, не забывайте, что есть подробный мастер-класс по вот этому мотиву. Прямо по петельной. Если не забуду, либо в подсказках оставлю ссылочку, либо в заставках к этому видео. Ну, кто хочет, тот, конечно же, найдет. И еще, друзья, вы задаете мне вопросы по старым-старым видео, которым уже 2 года, 2,5-3 года. Друзья, я вас уже не проконсультирую. Там спрашивают, а сколько петель дают, вот сколько сантиметров, сколько шея, вот эти вот петли. А как здесь, а как там, а почему так? Друзья, я уже не вспомню. Поэтому, все, что есть на канале, ищите, вы найдете. А на ваши вопросы я просто не отвечу. Я уже, друзья, не вспомню. Поэтому смотрите на дату видео, когда выходит видео. По-моему, вот в последнее время очень-очень много таких вот вопросов именно по старым видео. Я не знаю, почему, может, там, YouTube как-то предлагает эти старые видео, но вот очень много в последнее время таких вопросов. И еще хочу сказать, канал сейчас, поскольку тематика и изменилась, в общем, люди приходят, уходят, такая своеобразная чистка канала идет. Я, если честно, я не расстраиваюсь, потому что, ну, у меня изменилась жизнь. Понятное дело, что вязания сейчас будет мало. Ну, во всяком случае, год-два точно, пока здесь мы все не обустроим. Да и потом, частный дом требует много работы на огороде, во дворе, в доме. Вот. Поэтому, я даже этому рада, что, те люди, которые подписывались на меня, как на вязальный канал, естественно, они сейчас, наверное, немножко в шоке, потому что вязания сейчас мало. Естественно, идут отписки. Вот. Ничего, все это, через какое-то время, почистится канал, люди уйдут, а придут те, которые, которым нравятся вот такие влоговые видео, обо всем, своими руками, переделки, ремонты, огород, рецепты, ну, скажем так, просто поболтать. Так что, я благодарна всем, кто приходит, и также благодарна всем, кто уходит, чтобы вот такие мертвые души на канале не висели. мне как-то все больше хочется, чтобы больше активности было, и тех людей, которым действительно, вот, интересно просто все, а не только вязание. Все, друзья, заболталось, постараюсь снимать вот такие видео каждый день, болталочки, может быть, что-то полезное кто-то подчеркнет. Я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!